Кто привык, за победу бороться, с нами вместе пускай запоем. Кто есть, кто то спиется, кто хочет, кто то пьется, кто ищет, кто всегда найдет. В Спартакиаде принимают участие сборные сельских округлов и Анапы. Соревнования будут проходить до осени. Легкая атлетика, волейбол, городки, лапта, гири. Виды спорта подобраны таким образом, чтобы охватить как можно больше желающих. Именно такую задачу ставят перед собой городские власти. Самое главное, что спорт объединяет всех. Объединяет здоровых людей. Объединяет во всем абсолютно. Это взаимоотношения в семье, взаимоотношения в коллективе, взаимоотношения между вами. По инициативе главы города победители получат призы. 500, 300, 150 тысяч рублей за первое, второе и третье место соответственно. Деньги целевые. На них можно будет приобрести инвентарь или, например, установить уличные тренажеры. Внимание! Марш! Это первый старт городской спартакиады. Легкую атлетику называют королевой спорта. Девушки и женщины бегут 400 метров, один круг по стадиону. Анастасия бежала за станицу Гостогаевская. Работает школьным психологом и любит спорт. Говорит, что результат обычно лучше. Сейчас слабенький, потому что ветер и как бы выложиться тяжело. Вообще я люблю здоровый образ жизни и вообще все, что с ним связано. Это веселье. Почаще надо делать такие спартакиады, шевелить народ. А то мы сидим на своих местах, не шевелимся. Один круг остался. Две минуты. Юноша и мужчины бежали километровую дистанцию. Кирилл финишировал третьим. Студент индустриального техникума. Не он выбрал атлетику, атлетика выбрала его. Пригласили заниматься у тренера еще когда учился в лицее. По итогам первого дня лучшие команды из Виноградного сельского округа. На втором субсех, на третьем сборная Анапы. Организаторы отметили сплоченность, командный дух и хорошую подготовку. Следующий этап, туристический слет, пройдет в конце мая, а итоги подведут в октябре.